и мне выдали новые номерные знаки вместе с новыми документами представляете регистрация машины прекращена в двадцатом году представляете информацию я об этом получил только сегодня что было ехал с работы в городе меня остановила полиция дпс ники начали пробивать документы обнаружилось что этот автомобиль на котором я езжу уже в течение 8 лет вдруг оказался не зарегистрирован и что правильно они мне выписали страв за езду на не зарегистрирован транспортном средстве 500 рублей я спрашиваю а почему а как так я говорю 8 лет плачу налоги 8 лет плачу штрафы дтп было недавно я тоже платил дтп они мне говорят а мы не знаем у нас вот база есть мы в базе видим что ваша машина не зарегистрирована идите в мрэу разбирайтесь почему нет по вам данным но в итоге начал узнавать начал смотреть по знакомым спрашивать такие случаи бывают уважаемые мои зрители с вами снова канал mazda mpv колхоз наше все и водитель автомобиля mazda андрей николай сегодня я снимаю на телефон потому что экшн камеру с собой не взял сегодня 22 марта 22 года призывая вы увидите в предыдущем ролике на которой будет ссылка в этом ролике ну и небольшая вставочка круто что у меня случилось с автомобилем с регистрацией на мой автомобиль mazda mpv 96 года сегодня примерно наверное где-то часов в 11 утра смотрю звонок городской думаю ну блин опять какие-нибудь там непонятные товарищи мне звонят может кредит хотят предложить беру трубку беру трубку и удивляюсь тому где я начинаю разговаривать я разговаривал заместителем начальником рио города колпино и он не пояснил нормальным человеческим языком о том что над и николаевич мы вас ждем в нашем брел для того чтобы вам выдать новые документы на ваш автомобиль и столами номерами я конечно был очень сильно удивлен этому моменту что действительно такое случилось и что действительно это вообще происходит со мной потому что буквально субботу я у них был в пятницу я написал заявление на сайт о том что вот такая ситуация со мной произошла поднял на уши ну так условно пол города для того чтобы ну каким-то образом хотя бы узнать что меня ждет в будущем хотя мне вроде как к и пояснили что переживать не стоит но и вот сейчас данный момент время 16 часов 30 минут я еду в этом рио для того чтобы а лично сказать по прибытии что я прибыл по приглашению заместителя начальника мрю для того чтобы мне оформили новые документы на машину весь ход процедуры я постараюсь вам скажем так в медиа формате озвучить может быть что-то будет видео где-то будет фото наверняка машину полезут осматривать у меня есть пару скажем так машине недочетов которые на которые могут мне указать и сказать устранить у меня сверху там получается свое время стоял интеркуллер отделите и я его в общем снял убрал а только так и осталось и вот воздухозаборник тоже в общем я переживаю насчет того что мне не зарегистрирует машину из-за этого воздухозаборника но посмотрим как это будет хотя в остальном в принципе больше у меня там никаких изменений нет но единственно еще двигатель меня за двигатель вообще не должны ничего вроде как говорить насколько мне известно двигатель вроде той же самой марки который у меня и должен был стоять потому что я его менял свое время документы у меня на него есть ну посмотрим как это все будет выглядеть с позиции инспектора гибдд я спрашиваю а деньги платить а мне говорят нет мы вам абсолютно бесплатно заменим птс заменим свидетельство о регистрации и выдадим новые номера ну посмотрим мне очень интересно прям любопытно как это будет выглядеть со стороны насколько действительно это будет соответствовать действительности если это так уважаемые мои зрители я очень сильно удивлюсь ну во первых меня поразило то что со мной разговаривал сам лично начальник заместитель начальником рио это уже что-то значит в предупредил что если вы будете ну как придете в мрэу то сразу скажите что вы по приглашению заместителя начальника чтобы сразу вас начали оформлять без очереди не надо нигде записываться не надо там где-то не надо на госуслуг записываться сразу говорит подходите мы оформим ваш автомобиль как вы думаете получится нет с первого захода у меня оформить мой автомобиль по новой будут новые номера будьте сходы документы как не объяснил там начальника сказал что но это явный косяк именно гибддшников краснодарского края которые в принципе не могли никаких манипуляций делать с моими документами и регистрации едем то выехал я из мрэу мне очень сильно повезло все получилось лучше чем я думал я там не задержался даже минуты а знаете почему я там не задержался правильно инспектор который там сидит на входе это у них сегодня с утра зависли все компьютер и весь народ который там сидит сегодня просто-напросто обломился короче я приехал не вовремя откладываем это мероприятие на завтра я думаю в часиков в 9-10 там появимся с утра чтобы было время на маневр на какой-то потому что у меня все-таки работа я занят немножко кое-где нужно быть еще потом что обеда планируют завтра расквитаться с этим вопросом всех приветствую уважаемые мои зрители и вот для меня наступил следующий день а для вас прошла всего одна секунда и так второй заход и бдд надеюсь сегодня у них база с утра работы пробую перерегистрировать мой автомобиль следующее включение будет из гибдд портаж веду из гибдд в общем андрей николаевич который в прошлый раз меня принимал принял мои документы я ему сказал так то так то обратитесь начальник он пошел к начальнику забрал мои документы и сказал написать точное какое-то там заявление на общем меня вызовут через несколько минут посмотрим как это будет интересно прямо интересно погода замечательная сегодня обещает плюс 8 посмотрим как она будет на самом деле ждем следующей информации буду держать вас в курсе ребят я с новыми номерами и с новыми документами буквально пять минут не прошло меня позвали и выдали новые номера мох я теперь мох сто девяносто восемь шесть четыре семь красивые номера мне нравится ну что уважаемые мои зрители и подписчики история закончилась с удивительным результатом вся процедура заняла ровно час времени от того что я зашел в мрео и мне выдали новые номерные знаки вместе с новыми документами представляете новые документы полностью старые забрали и выдали новые там есть пометочка что выданы взамен прихожу сидит андрей николаевич тот же самый сотрудник гибдд который меня встречал в пятницу узнал меня я говорю да я по поводу документов краснодара надо обратиться к вашему замначальнику он адекватно это воспринял пошел забрал документы пошел к начальнику посетите андрей николаевич вас вызовут ровно через час андрей николаевича позвали к окошку выдали новые документы и андрей николаевич установил новые номера мох теперь у меня номера мох но и как вы думаете какое из рукопожатий было самое главное в этих во всех моментах и в моей суете которую я действительно навел по поводу моей машины переживая о том что может быть буду бороться в течение полугода то и года тем более что мне на днях ехать в командировку на три месяца вам во владивосток по делам оставлять машину жене как это все будет каким образом это все будет правильно сказал тот кто предположил что это именно то мое заявление которое написал на сайт гбдд санкт-петербурга оно дошло сюда я вот здесь подписывал при получении документов смотрю надо расписаться расписался здесь говорит поставьте за корючку здесь 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 все хорошо сейчас через минуту вас вызовут через минуту меня вызывают отдают мне новые документы отдают мне новые номера все автомобиль у меня официально зарегистрирован теперь можно ездить на нем без проблем так что ребят не оставляйте какие-либо вот у вас появились трудности вот реально да не сидите ровно на заднице просто берите и решайте любыми возможными способами друзья знакомые органы власти какие-то социальные сети расширяйте круг по любому где-то что-то с работой не надо сидеть на одном месте не надо просто пускать на самотек рано или поздно что-то выстрелит но я конечно удивлен вот реально в той ситуации которая со мной произошла во первых с одной стороны каким образом это произошло да и кто имел право это делать а с другой стороны что настолько быстро настолько быстро решилась моя проблема хочу выразить огромную благодарность государства инспекции по безопасности дорожного движения санкт-петербурга за столь быстрое решение моей проблемы ну скорее это их проблема чем моя но все равно я результатом доволен так что не бойтесь обращаться в официальные структуры вам обязаны дать ответ и найти выход из вашего положения я думаю что на этом позитивном моменте я закончу свое видео андре николаевича особое спасибо за столь тактичное поведение все ребята всем спасибо всем пока подписывайтесь на канал будет ближайшее время там два-три видео до моего отъезда берегите наш автомобиль делайте своевременное обслуживание и побольше адекватных водителей на дорогах пока и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...